МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов, коротко о главном. Министр образования и науки Республики Инна Кравченко провела выездной прием граждан в Зеленчукском районе. В Хабьевском районе идет реконструкция моста через реку Малый Зеленчук вблизи улоб Сочи-Дань. Она оживляет окружающий мир с помощью кисти и красок. Репортаж о творчестве художницы Валентины Аджиевны. Сегодня в Москве глава Карачаева, Черкесия, Рашид Тимрезов встретился с президентом холдинга Евроцементгрупп Михаилом Скороходом. Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия властей республики с руководством компании в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве по реализации крупного инвестпроекта по строительству нового завода по производству цемента сухим способом, мощностью 3 миллиона тонн в год на площадке завода «Кавказцемент». А накануне Рашид Тимрезов встретился с вице-премьером России Виталием Мутко. Они обсудили вопросы развития физкультуры и спорта, туристической отрасли и молодежной политики Карачаева-Черкесии. По всем вопросам было достигнуто полное взаимопонимание. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. В ходе встречи Рашид Тимрезов поблагодарил вице-премьера за поддержку, благодаря которой в Карачаево-Черкесии произошли серьезные позитивные изменения в сфере развития спортивной инфраструктуры. Выбор образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, строительство новой школы, внеурочная деятельность, компенсация родительской платы. Эти и другие вопросы были обсуждены в ходе выездного приема граждан министром образования, науки Карачаева-Черкесии и Найкравченко в Зеленчуковском районе. О том, какие вопросы волнуют жителей, педагогов и пути решения в репортаже Аллы Качиевой. Любой волнующий вопрос в сфере образования напрямую министру могли задать все желающие. Благочины православных церквей Южного округа Карачаева-Черкесии отец Евгений пришел на прием первым. Он вкратце изложил проблему, волнующую и родители, и педагогов Зеленчукской первой школы. В этом году из-за аварийного состояния закрыто помещение для начальных классов, и дети занимаются в другом здании в две смены. Здание – это средние школы, оно постройки, я так думаю, готов в 50-х, наверное, да? Даже раньше этого века. Там у нас полы деревянные, да, и вот несмотря на то, что окна там заменили, но я думаю, что еще лет 10-15 эксплуатаций, и она тоже встанет вопрос о том, что она придет в негодность. Может быть, действительно рассмотреть вопрос о строительстве новой школы, а то здание отдать под начальную школу, то есть вариантов. Здесь несколько, но очень тесно, учитывая, что школа в центре, и она самая большая. Пожалуйста, от учредителя направьте нам письмо о рассмотрении данной проблемы, мы постараемся вникнуть, и о принятом решении вы будете уведомлены. На прием к министру образования и науки республики пришла и Людмила Медведская со своей 10-летней дочерью Ириной. Девочка до сих пор не ходит в школу. Ей поставлен диагноз – умеренная умственная отсталость, рекомендованное обучение в интернате восьмого вида. У нас только получилось, диагноз нам недавно буквально поставили, только мы вышли на группу. И нам как бы вот хотелось именно вообще образовательное, потому что у нас наглядно действенная память. На что министра ответила, что Ирина может посещать любое общеобразовательное учреждение, только форма и программа обучения для ребенка должны быть посильными. Я думаю, что этот вопрос вполне возможно разрешить, и ребенку дать возможность попробовать обучаться среди здоровых детей. То сегодня, о чем мы говорим, это инклюзивное образование. Я думаю, этот вопрос будет решен, и я уверена, что он будет решен положительно. В Зеленчукском районе, как, впрочем, и в некоторых муниципальных образованиях республики, остро стоит вопрос с нехваткой учебников по родным языкам. Эту проблему изложила Зухра Батчаева. Начальник управления образования района Вера Лосева сообщила, что это связано с тем, что сегодня карачаевский язык и литературу изучают в 23 школах, в то время как 6 лет назад этот предмет был только в 6. Вера Георгиевна, я попрошу вас направить заявочку к нам в Министерство образования о потребности, необходимой в данных учебниках. Фатима Эльбек Мурзовна, свяжитесь, пожалуйста, с ректором РИПКРО, передайте эту заявочку, и в кратчайшие сроки, пожалуйста, вот эту потребность удовлетворите. На встрече было рассмотрено множество вопросов разного характера. Они касались и реализации федеральной целевой программы «Доступная среда», в частности в детском саду «Колобок», и внеурочной деятельности школьников, и занятий физической культурой и спортом, и многого другого. Свои предложения, пожелания и необходимые меры для решения проблем министру образования и науки республики Инне Кравченко высказали и директора общеобразовательных учреждений Зеленчукского района. Подобные выездные приемы граждан в сфере образования будут проходить во всех городах и районах Карачаева-Черкесии. Все вопросы и проблемы, озвученные в ходе встречи, приняты к сведению, и по ним скоро будут приняты конкретные решения. Алла Качива, Рашитоков, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. Карачаево-Черкесия «Аптодор» продолжает вести работу по реконструкции моста через реку Малый Зеленчук в ауле Псаучедахи. Сооружение построено почти 40 лет назад, давно нуждалось в капитальном ремонте. На сегодняшний день здесь ведется разработка и ремонт участка дорожного полотна, устанавливаются тротуары, перила. Барьерные ограждения. Опоры моста будут укреплены буронабивными сваями, ведутся и берегоукрепительные работы. После завершения всех работ ширина сооружения увеличится с 9,5 метров до 11. Грузоподъемность составит до 80 тонн. Также дорожниками на расстоянии 50 метров будут заасфальтированы подходы к мосту. По плану у нас уже к концу этого месяца планируем запустить автотранспорт по мосту, ввиду того, что многочисленные обращения. На сегодняшний день проводятся работы непосредственно по покрытию моста, то есть ремонтируются все необходимые элементы. К концу месяца мы это завершаем и дальше уже будут продолжаться работы по укреплению опор моста в соответствии с проектом. Сейчас настало время погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии днем местами слабый дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи плюс 3, плюс 8, днем 9-14 выше нуля. В горах ночи минус 2, плюс 3, а днем 3-8 со знаком плюс. В Черкесске без осадков температура ночи плюс 4, плюс 6, днем 12-14 градусов тепла. Продолжаем выпуск. По инициативе группы компании «Меркурий» и при поддержке Республиканского министерства промышленности и торговли в Черкесске впервые прошел практический форум «Новые правила торговли-2016-17». Он был посвящен вопросам реализации алкогольной продукции в связи с введением единой государственной автоматизированной информационной системы, занимающихся розничной продажей алкоголя. Руководитель группы компаний «Меркурий» Дмитрий Титаренко рассказал собравшимся об изменениях в законодательстве, касающихся оборота алкогольной продукции. Он объяснил, какие на сегодняшний день существуют способы для обеспечения качественной работы предприятий розничной торговли. На сегодняшний день не секрет, одной из ключевых задач государства является наведение порядка на алкогольном рынке. С 1 июля 2016 года появились новые обязанности участников рынка. Эти обязанности заключаются в том, что предприятия торговли обязаны фиксировать сведения о уже продаваемой алкогольной продукции в системе ЕГЭИС. Такая обязанность возникла не у всех, пока что участников рынка. Обязанность распространяется только для тех, кто расположен в городских поселениях. И, соответственно, как форму организации работы предприятия имеет магазин розничной торговли. Соблюдаются ли требования к одежде и внешнему виду учащихся в школах республики и как добросовестно следит руководство образовательных учреждений за посещением школьных занятий трудных детей. Эти и другие вопросы были озвучены на очередной коллегии Министерства образования и науки Карачаева-Черкесии. Каждый индивидуальный случай отказа от учебы и длительного пропуска школьных занятий несовершеннолетними был рассмотрен членами коллегии в индивидуальном порядке. Вместе с этим учителя выразили тревогу по факту увеличения количества родителей, желающих, чтобы их ребенок ходил в школу в неподобающей для занятий одежде. Речь идет о ношении хиджаба. Резонансный вопрос пока остается открытым, хотя по закону учащиеся должны придерживаться формату школьной формы, принятой по уставу образовательного учреждения. Пока не началась прокурорская проверка посещаемости, работа с вот этими детьми не проводилась. И вот поэтому мы и доведено это было вот до такого уровня. Все-таки я призываю вас без работников прокуратуры самостоятельно анализировать посещаемость детей в школах, принимать соответствующие меры, все документировать, чтобы потом были основания у органов правоохраны, принимать какие-то уже меры принудительного характера, привлекать сначала родителей к административной ответственности, возможность ограничивать их в правах, лишать родительских прав, если есть на то основания. То есть, пожалуйста, все это оформляйте как положено. Проблему укомплектованности библиотечного фонда в образовательных учреждениях республики обсуждали в общественной палате республики. В ходе обсуждения были затронуты вопросы нехватки учебников, обновления библиотечного фонда в школах. На заседании обозначили основные причины этих проблем. Увеличение количества учеников, частое изменение федеральных образовательных стандартов. Все это приводит к устареванию учебного материала. И недавно приобретенные учебники становятся непригодными. В завершение участники круглого стола выдвинули предложения для решения этих вопросов. Очень слабо обновлялись и обновляются школьные библиотеки. Это мы знаем об этом. Министерством образования и науки нашей республики проводится работа по оснащению школьных библиотек фондом учебной литературы. С 2011 по 2016 год приобретено 321 756 учебников по общеобразовательным программам на общую сумму более 131 миллионов рублей. Вместе с тем в библиотеках ежегодно проводятся списания учебников в связи с ее полным физическим износом. Воспомнить фонды равноценной литературой за счет незначительных бюджетных и спонсорских средств в общеобразовательных организациях республики не представляется возможным. Немногим людям дается талант художника, искусство и изображение мира посредством кистей и красок, способность оживлять все, что нас окружает, увидеть момент прекрасного во всем. Художник Валентина Аджиева принадлежит к числу тех немногих людей, которых природа наградила истинным талантом. Об одаренном художнике материале Беллы Джозаевой. Валентина Аджиева родом из одного из самых живописных мест нашей республики – аула Нижняя Тиберда. То, что она умеет рисовать, окружающие, да и сама Валя знала еще в школе. Оформление стен газет, плакатов и все, что связано с этой деятельностью, непременно поручалось только ей. И все же в том, что у нее действительно есть талант художника, девушка убедилась только после того, как окончила художнографический факультет Карачаево-Черкесского педагогического института. А все благодаря преподавателям. Сегодня член Союза художников Российской Федерации Валентина Аджиева признанный мастер. Она участник многих республиканских и всероссийских выставок. Любимый жанр художника – пейзаж. Мне все нравится попробовать. Я пробую во всех направлениях, во всех жанрах. Пока сказать, что вот это мое, я не могу, но это решать другим. Что больше получается, то и... Работы Валентины Аджиевой проникнуты тонким лиризмом. Ее пейзажи знакомят нас в одном случае с такими уголками Карачаева-Черкесии, где никто из нас не бывал, а в другом – с самыми обычными, которые мы видим каждый день. Что-то понравилось, что-то... Допустим, лужа понравилась, а от лужи пошло, уже пейзаж пошел. То есть по-разному бывает. Бывает какая-нибудь музыка, захотелось что-нибудь такое сделать. Бывают какие-то впечатления уже с поездки. Вот мы очень все любим махар. Вот почему? Потому что там людей нет, мало точнее. И вот это настолько красиво, что хочется работать. То есть любой вот такой всплеск какой-нибудь эмоциональный дает тему для картины. Конечно, в коллекции художника Валентина Аджиевой помимо пейзажа присутствуют разножанровые картины. Но все без исключения картины этого мастера отличаются отточенностью деталей. Они композиционно правильно построены, грамотно решены в цветовом решении и несут в себе легкость, неповторимость, эмоциональное видение красоты. Хочется, чтобы получилось так. Ну, соперничать с природой мы не можем никак. Но вот хочется, вот пытаешься что-то делать. А так каких-то карьерных этих нас не интересует, скорее всего, художников, а скорее творческие. Добиться каких-то. В новых каких-то жанрах, вот так, как говорите, попробовать себя. Очень хочу что-нибудь тематическое сделать. Ну, там уж как получится. Манера художника Валентина Аджиева и отличается своеобразием. Исключительно живописными средствами она достигает не только тончайших нюансов настроений, но и гибкой психологичности картин. И этим они близки каждому зрителю. Была Джозайва Аслан Баташев. Вести Карачаева. Черкесия. Это все вести на сегодня. До встречи и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова